Всем привет, мои хорошие! Рада приветствовать вас на моем канале. Сегодня у нас видео Get Ready With Me. Я собираюсь увидеться со своей подружкой, с которой мы вместе работали где-то, наверное, два года назад в первой строительной компании. И сейчас мы будем готовиться. В общем, я наношу тон, точнее, уже нанесла на ручку и буду наносить на лицо. Мне почему-то кажется, что этот оттенок немножко темноват для меня, но ничего, будет такая, знаете, загорелая. По-моему, я ни разу не использовала этот тон. Всегда мне нравилось его качество, но он очень сильно желтит. А у меня кожа с розовым подтоном, и вот эти желтые тональные мне абсолютно не подходят. В общем, мы вместе работали в строительной компании. Сначала меня взяли на работу, но я знала, что возьмут еще кого-то. А кого именно не знала. Когда взяли вот эту девочку, ее зовут Саадет, я почему-то подумала, что ее берут на мое место. Моей работой недовольны, и решили взять еще одну девочку. Потому что, по идее, для нее ни стола, ни места не было. И я сразу начала нервничать, думаю, вот, скорее всего, меня хотят уволить. Уже готовят нового сотрудника на мое место. Знаете почему? Мы сидим в одном помещении, ее учат тому же, чему учат меня. А стол и место у нас всего лишь вакантное одно. Я сразу начала нервничать, думаю, блин, вот непруха. Только нашла нормальную работу, и вот уже хотят найти мне замену. Но оказалось, все намного проще. То есть, никто мне замену не искал. Просто для нее, оказывается, тоже есть вакантное место, просто в другом разделе, так скажем. И вообще, меня немножко насторожило то, что в этой компании, в которой я только устроилась, все работники только-только устроились. То есть, не было работников, которые 7 лет работают в этой компании, или 5. Это немного настораживало. Ну да ладно. В общем, наношу гель для бровей от Everline. У меня ламинация бровей, поэтому я легким движением руки поднимаю брови наверх. Сначала против роста волос, а потом по. Вот так вот зачесываю вверх. В общем, когда я впервые увидела Саадат, у меня было такое ощущение, что все, шляпа. Мне надо быть лучше нее, чтобы меня взяли, а ее нет. Прикиньте. А оказалось совсем не так. Вообще, компания была, знаете, так себе. Все друг друга подставляли, все за друг другом что-то говорили. Обстановка на работе была не очень. Я очень счастлива, что я больше не работаю в этой компании. Я всех своих бывших коллег отписалась и заблокировала. До свидули. Вообще, я считаю, если вам некомфортно находиться в коллективе, то не нужно в этом коллективе находиться. Не надо себя заставлять вас где-то, где-то вас поджидает работа вашей мечты. Дальше я беру палетку от Makeup Revolution, которая называется Dragon's Heart. Это красная палетка, точно-точно такая же есть и голубая. Очень нравится пигментация оттенков. Очень хорошо сочетаются между собой оттенки. В общем, я очень довольна этой палеткой. Единственный момент, мне кажется, здесь не хватает такого светло-светло-бежевого. И не вот этого. Этот оттенок сюда не подходит совершенно. А так палетка идеальная. В общем, потом получилось так, что нам было по пути сада домой. Каждый раз мы ехали в одном автобусе и особо не общались. Но потом как-то начали общаться, ехать вместе. И я поняла, что она замечательный человек, что мне очень интересно с ней. Хотя мы очень разные. То есть я, например, человек, который тогда хотел очень популярности, хотела аудиторию, а она наоборот. Очень чтит традиции, одевается очень скромно. И в каком-то плане мы с ней на самом деле очень разные. Но при этом мне было безумно интересно с ней общаться. Это знаете, на что похоже? Я однажды иду по улице и вижу двух девушек. Одна в хиджабе, значит. А другая прям в очень-очень коротких шортах и в топе. Такое ощущение, что это просто лиф. И они просто под ручку идут вместе и общаются. И вот это я понимаю. Настоящая дружба. Какая разница, какой вероисповедование твоя подруга. Каких она взглядов на жизнь. Если вы по-настоящему друзья и вам действительно интересно вместе, то мне кажется, вам будет интересно при любом исходе. Теперь самое сложное. Нужно нарисовать ровные стрелочки. Это для меня миссия прям невыполнима. Рисовать я буду подводкой от Golden Rose с такой кисточкой. Все всегда, когда видят эту кисточку, говорят, это же безумно неудобно. Лучше взять там, не знаю, лайнер-фломастер. Он намного проще в использовании. Но ничего, мы с вами не ищем легких путей. Ну что, одна стрелка получилась. Теперь самое сложное. Нужно то же самое повторить на этом глазе. Ну как вам мои стрелочки? Мне кажется, они получились не как сестренки, а как подружки. Дальше я использую свою любимую тушь от Essence. Мне она очень нравится. Хорошо удлиняет. Просто она немного у меня уже подсохла. Заканчивается. Думаю, поеду в деревню, вернусь обратно и куплю себе. Я специально на запас много туши не покупаю, потому что в этом не вижу никакой смысл. Хотя, если так смотреть, у меня, например, тональных основ много. У меня теней, румян, всего дофига. А вот туши я не покупаю. Потому что они высыхают очень быстро. Однажды у меня в использовании сразу были три туши. И вы знаете, это было максимально неудобно. Я всегда стараюсь выбирать с такой пушистой кисточкой. И сами ресницы у меня тоже очень хорошие, объемные, длинные. Поэтому слегка немножко наношу. И все, вот такой вот эффект вау получается. Просто в данном именно случае тушь у меня просто на дне, на донышке. Поэтому я наношу много. Но скоро эта красотка пойдет в пустые баночки. Их, собираю. В конце года вам покажу, что же у меня получилось. Правда, сейчас у меня в использовании такие палетки, которые очень сложно закончить. Например, вот эта вот. Я думаю, что до конца года я ее закончить не смогу. Хотя, посмотрите, вот эти два оттенка почти закончились. Здесь оттенок, здесь видно донышко. И все оттенки очень универсальные. Я буду их использовать с удовольствием. Но я думаю, что времени осталось очень мало до конца года, чтобы использовать эту палетку. Поэтому, скорее всего, это будет пустышка 2022 года. Дальше я наношу румяна. У меня они от Sleek. Вот такой упаковки. Они у меня есть в двух оттенках. Я выбираю всегда в оттенке Coral 938. Так вот, я вам недорассказала, как же мы начали общаться с моей подругой Sadet. В общем, каждый раз мы ехали в автобусе вместе. Она живет недалеко от меня. И потихоньку начали общаться. И я поняла, что она замечательный человек. Ходили вместе на работу. Затем я ушла оттуда. И где-то, наверное, через месяц она тоже ушла из этой компании. Вообще, компания была максимально странная. Все оттуда уходили. Вот с кем я работала, ни одного сотрудника не осталось. Все уволились по той или иной причине. У нас была девочка, работала в HR. И она выполняла столько работы. Она была просто как белка в колесе. И она два года уже имела одинаковую зарплату. Это было всего 500, по-моему, монат. Если я не ошибаюсь, у меня просто тоже память куриная. И, в общем, она хотела, чтобы ей добавили 100 монат к зарплате. И чтобы она не уходила из этой компании. Потому что 500 монат это очень-очень мало. И руководство, вместо того, чтобы сразу сказать, что у нас на эту должность вот такая вот зарплата. И повышения не ждите. Сказали ей, что мы рассмотрим ваш запрос. Протянули 3 месяца. Затем она опять обратилась и говорит, ну что, вы рассмотрели мой запрос? Вы приняли решение? Потом они сказали, что нет, мы еще уточним. Прошло еще 2 месяца. И потом в конце они ей сказали, что извините, но работу, которую вы выполняете, может выполнить любая девочка, которая закончила универ. Поэтому 500 монат это более чем достаточно для вас. И, в общем, она ушла с этого места. И они взяли другую девочку на ее место. Девушка была без опыта, который они взяли. И она одна не смогла выполнять объем работы, который делала ее коллега, которая ушла. После того, как ей не повысили зарплату. И потом им пришлось взять 2 человека на эту должность и платить уже не 500 монат, а 1000. Потому что 500 каждый. И зачем это было делать, непонятно. Мы тоже замучились с новенькой девочкой, которая ничего не знала. Постоянно допускала ошибки. Я, конечно, ее не осуждаю. Она только-только начала работу. Но мне кажется, она тоже поработает где-то максимум года 3. И тоже уйдет с этого места. В общем. Короче, я нанесла хайлайтер. Давайте вам его покажу. У меня он вот такой вот от Golden Rose. Вы знаете, его я увидела впервые у сестры Жоли. И как только я его увидела, сделала сводч, я просто влюбилась в этот блеск. Здесь мелкие вкрапления. И он не просто как хайлайтер, а это именно такие крупные блестки. Правда, вам не очень видно. Хотя нет, вообще не видно. Но да ладно, поверьте мне на слово. Я специально охотилась на него, искала его. И когда я его купила, я сделала вот так вот и сказала, вау! Вау! Вот это блеск! Вот это хайлайтер! Я люблю, когда блеск видно из космоса. Вот так вот. Дальше займемся контурированием носа. Вот эта палетка, она просто универсальная. Я ее обожаю. Это палетка от Makeup Revolution. Как она называется? Сейчас вам скажу. Она называется Mats 2. Были раньше три такие. Хотя зачем я вам об этом рассказываю? Все равно ее уже сняли с производства. У Revolution каждый, не знаю, год выходят новые коллекции. Поэтому за ними не угонишься. Вообще, я обожаю косметоз покупать. Но я уже где-то, наверное, год не покупаю декоративную косметику. Не учитывая тот момент, когда у меня что-то заканчивается. Например, тушь. У меня всего одна. Но что касается хайлайтеров, теней и всяких этих штук. У меня их много и я не покупаю категорически. Уходовая что-то, покупать буду. А именно декоративку. Нафига ее складировать? Беру вот такую вот скошенную кисточку. И мой любимый хайлайтер. Что мамина радость? Твикс сегодня гнался-гнался за мухой. Так и не смог ее поймать. Успокоился и лежит. После того, как мы открываем окна. У Твикса это прям, знаете, слабое место мухи. Вроде и корм есть. Вроде и не голодный. Но в душе-то он охотник у нас. Как можно жить, не кушая мух? Дальше карандаш. У меня есть вот такой вот обгрызок. Нужно купить новый такой карандаш. И это не потому, что я им слишком часто пользовалась. Дело в том, что оттенок этого карандаша мне очень нравится. Это Golden Rose. Но дело в том, что когда вы им рисуете, к сожалению, этот карандаш просто разваливается. И вам приходится опять и опять его точить. И теперь я наношу вот такую вот помаду от NYX. Из новой серии. Ну что, сейчас вблизи вам покажу. Такой вот мейк у меня получился. Мне все нравится. Слава богу, хоть сегодня я не опаздываю. Села краситься очень рано. Быстро закончила. Сейчас мы с вами будем выбирать, что же я интересненького надену. Вариант номер один. Мне очень нравится это платье. Очень-очень коротко. Но с велосипедками носить можно. Мне в комментариях написали, что Айка, ты же купила велосипедки. Как раз под них можешь носить. И реально уже пару раз я так носила это платье. Но вообще на дальнейшее я планирую носить его немножко, наверное, осенью или весной с черными колготочками. Чтобы не так сильно бросалось в глаза, что платье слишком короткое. А то мне как-то даже некомфортно в нем. А эту красоту я получила абсолютно бесплатно. Мне подарили один из магазинов в Баку. Подарили мне это платье. Ну чисто там на бартерной основе. Подарили, по-моему, три платья. Но все они такие, знаете, достаточно длинные. Эта длина мне совершенно не подходит. Хотя можно, в принципе, надеть с высокими каблуками, с такими цветочечками. Мама вообще говорит, что эта длина совершенно мне не подходит. Можно, кстати, вот эту штучку убрать и сделать чуток покороче. Не знаю, как вы, но мне очень нравится. Юбочка-джинсовка. Покупала в позу в прошлом году. В этом году даже забыла про нее. Ни разу не носила. И вот эта вот кофточка сайта SHEIN. Как насчет вот такого вот платья. Мне оно очень нравится. Сколько у меня платьев не было, вот это однозначно будет моим любимым. Оно легкое, длина хорошая. Фасончик мне очень нравится. Да и вообще я любитель открытых плеч. Это для меня вообще красота. И сзади это выглядит вот так вот. Надо выпрямить волосы и уже можно идти. Когда я только купила себе эту обувь, я вам ее очень хвалила. И на самом деле это самая удобная обувь, которая у меня когда-либо в жизни была. Но, к сожалению, качество оставляет желать лучшего. Посмотрите, здесь уже они протерлись. И вот здесь. Хотя не могу сказать, что я прям постоянно в них. Ну, очень удобная обувь. Но если бы не этот момент, то я бы, наверное, заказала себе еще две пары. Потому что такое ощущение, что вы просто в тапочках ходите. Очень удобно. Поэтому я, наверное, пойду вот в этих бежевых пасоножках. Их очень легко сочетать с разной одеждой. Покупала их в прошлом году. Но носила где-то раза два-три. Тридцать шестой у меня размер. Идеально подошли. Хорошо сидят на ножке. Но дело в том, что я не очень люблю обувь на каблуках. Мне бы что-то на плоской подошве или же кроссовки. Я очень дорожу своим комфортом. И не люблю каблуки. Просто сегодня решила нарядиться. Хотим немножко пофотографироваться. Я решила волосы не выпрямлять. Просто сделала аккуратный, зализанный хвостик. Потому что на улице немного ветрено, на самом деле. Может, даже я сейчас сделаю укладку, выйду на улицу. Но, к сожалению, ветер мне сделает укладку на свое усмотрение. Поэтому лучший вариант в Баку, в городе ветров, это просто хвостик. И тем более открытый плечик. Красиво, когда их видно. А с распущенными волосами они не бросаются в глаза мои плечи. На днях я видела в Миннесо новые сумки. Я хочу себе купить несколько штук. Обязательно покажу вам. Но сегодня придется пойти вот с этой сумкой. Здесь голубая вставочка. Платье у меня тоже голубенькое. Поэтому сочетается. Мне, если честно, надоело уже везде гонять только эту сумку. Поэтому обязательно надо прикупить. Жалко, я вам не засняла. Там есть одна сумка. Такая, знаете, темно-винная. Но при этом очень красивая. Обязательно покажу в следующий раз. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...